В арт-салоне первой Звенигородской библиотеки словно поселилась сказка. Ее стены украсили картины с литературными героями, животными, натюрмортами и пейзажами. Работы на тему «Яркие краски чудесного мира» подготовили ученики Дома детского творчества. Здесь у нас и графика есть, и детская иллюстрация есть. Мы работаем различными материалами. Это и пастель, и гуашь, акварель. То есть дети пробуют все, очень нравится, все для них открывается вновь и вновь. Секреты художественного искусства они раскрывают вместе со своим педагогом Татьяной Макушиной. Профессиональный художник и иллюстратор детских книг она вдохновляет своих подопечных на написание картин классической литературе. Здесь изображен момент, когда Руслан приехал за Людмилой, а она этого на данный момент не заметила еще, потому что он подкрался тихо. Ребята изучают графику, живопись, композицию. Юлия изобразила пасхальные мотивы. Говорит, особенно сложно дались мелкие детали. А сложная, ну даже не знаю, наверное, там корзина, ее нужно было просто прорисовывать, вот эти вот, она же там плетеная. Вот, храм немножко. Кроме живописи в Доме детского творчества учатся работать и с керамикой. Здесь, как и в живописи, важна фантазия цвета и формы. Начинают учиться с простого панно. Обычно мы раскатываем пласт глины и на нем начинают дети уже что-то, допустим, лепить. А объемные работы уже, допустим, как звери или посуда, это уже постепенно мы к этому приходим через какое-то время. Лиза Беляева уже делает сложные составные композиции. На выставке представила несколько работ. Говорит, дольше всех пришлось повозиться с грибами. Дольше всего я делала тарелку с грибами, потому что надо было сделать очень много мелких деталей. Такие работы заряжают и вдохновляют на творчество. Они представлены в Звенигородской библиотеке номер один для всех желающих до 30 марта. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.